Рад всех видеть, давайте начнем. То есть у меня уже на часах 10, у нас довольно много материала, поэтому постараемся идти оперативно. И давайте тогда сразу я представлюсь. Меня зовут Архипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга подразделения семена в компании Сингента. Собственно, сегодня мы с вами собрались и рад вас здесь приветствовать. Уверен, что в ближайшие полтора часа вы получите ответ на интересные вопросы. И близится посевная. На юге она уже началась. Мы с ребятами разговаривали на днях, уже 5000 гектаров подсолнечника активно сеются у больших клиентов. Именно поэтому наша команда решила провести предпосевной вебинар. Он на самом деле традиционный. Вы помните нашу историю. Каждый год мы собираемся, есть у нас такая традиция, и разговариваем по теме села. И в то же самое время каждый год мы говорим, что у нас этот год нетипичный. Насколько нетипичной стала подготовка к посевной 2022 года, я даже рассказывать не буду. Вы сами это все прочувствовали и видите. Я думаю, что это с нами на ближайшее будущее. Сразу отмечу, мы на сегодня не будем затрагивать темы коммерции. Мы затронем темы мировой экономики, баланс спроса и предложения на рынке, как это будет влиять на цену и агротехнология, собственно. Как при ограниченных ресурсах сохранить и получить плановые цифры урожайности. Но об этом чуть позже. И обычно у нас есть один вопрос, который нам очень часто задают, и я его просто не могу обойти сейчас. Вопрос, собственно, звучит, как правило, так, что учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, какие планы есть у Сингента по развитию бизнеса в России. И буквально дня 4 назад наш директор вообще Сингента Групп, Эрик Фервальт, он написал, что такой пост был в Линфтыне, всем нациям мира следует направлять совместные усилия на устойчивое развитие сельского хозяйства на своих землях, чтобы производить больше продуктов питания. Собственно, это значит, что мы продолжаем работу в России, планируем увеличить степень локализации производства, и, собственно, наша задача накормить население планет. А представление и передача нашей экспертизы сельхозпроизводителям и в неразрывной связке с продуктами остается для нас ежедневной работой, ежедневной задачей. Как я уже сказал, мы на сегодня коснемся двух вопросов. Это рынок подсолнечника кукурузы, вклад в Российскую Федерацию Украины в баланс мирового экспорта, ожидание по производству на 2022 год, а также прогноз цены и действия регуляторов. Эту тему осветим мы. То есть Миша Кригорьев – это аналитик компании «Сингент». Я постараюсь ему помочь. И вторая основная такая тема, тоже большая, как в условиях ограниченных ресурсов сохранить урожай. Этот ответ исследуют технические эксперты по кукурузе и подсолнечнику. Собственно, напомню, у нас будет запись однозначно этого вебинара, мы также вышлем презентации. И внизу там простейший функционал. Если тема нравится, интересно, поддерживайте наших спикеров реакцией. То есть в правом нижнем углу есть значок огонька. Собственно, ребятам будет понятно, что тема отвлекается в ваших сердцах, они где-то становятся поподробнее. То есть нам это действительно важно. И окей, у нас мало времени, у вас мало времени, и мы должны это время ценить, поэтому давайте начнем. Миш, тебе слово, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Меня зовут Михаил, менеджер по исследованию рынка компании «Сингента». Я немножко расскажу о рынке зерновых и масличных, какие сейчас тенденции, в принципе, что можно ожидать в текущих, в том числе и геополитических условиях. Начну я с погодных условий. Сейчас идет посевная. Более-менее нормальный прогноз у нас есть на две недели вперед, что будет сейчас в России по осадкам и по прогнозу температуры. То есть, ну вот, с левой стороны вы видите прогноз осадков на ближайшие 15 дней. То есть видно здесь, что практически все регионы, помимо южных регионов, получат еще дополнительное количество осадков. Здесь показано в процентах от нормы. То есть вот по большей территории страны где-то порядка 5, ну даже до 2 раз больше осадков, чем это типично для этого времени года получит земля. Справа вы видите у нас прогноз температуры на ближайшие 15 дней. Также тут видно ситуация такая, что на большей части у нас ожидается более теплые погодные условия. Там плюс 1-4 градуса Цельсия от средних температур для этого времени года в этих территориях. Ну вот в центральном, в части центральном федеральном округа и северо-западном федеральном округе у нас немножко будут более прохладные погодные условия, но они очень, они близки к норме будут. В целом стоит отметить, что, наверное, ну вот, по крайней мере по этому 15-дневному прогнозу, наверное, каких-то серьезных рисков в краткосрочной перспективе погодных, наверное, не будет. Перехожу к следующему слайду. Вот это вопрос, наверное, текущий по геополитической ситуации. Доля России и Украины в экспорте основных зерновых и масличных культур. То есть мы здесь видим, что серьезный экспорт мировых, мировой экспорт зависит от подсолнечного масла из этих двух стран. Также пшеница, кукуруза, ячмень. Я не стал здесь выделять рожь, ну потому что рожь такой более нишевой товар для мирового рынка. Вот, но вот можно выделить три, четыре крупных составляющих, которые действительно, от которых действительно зависит мировая торговля. И прежде всего, конечно, что касается российского экспорта, это страны Ближнего Востока, страны Северной Африки. То есть это наши основные покупатели. Ну, перейду к следующему слайду. На следующем слайде вы видите, как геополитическая ситуация отразилась на ценах на пшеницу. Тут в данном случае мягкая пшеница в США, Франции и России сколько стоила пшеница. Ну, после начала, после конца февраля произошло очень серьезное увеличение, такое шоковое увеличение цен на рынке. Потом цены немножко стабилизировались, но все равно они на исторически очень высоких уровнях остаются. И, естественно, до стабилизации ситуации в геополитической сфере, если удалятся какие-то неопределенности, можно будет говорить о каком-то постоянном уровне цен. Вот на текущий момент, вот, наверное, уровень цен, он вот в текущих условиях неопределенности, он вот в этом уровне сосредоточился. Он даже немножко пониже сейчас, там, цены фоктного российского, например, на пшеницу сейчас оцениваются в 370-365 долларов. Вот, ну, наверное, в краткосрочной перспективе месяца, может быть, сейчас сложно говорить о каких-то сроках вообще, ну, там, месяц, полутора, могут цены остаться в таком виде, на пшеницу. Естественно, у нас вебинар по кукурузе и по подсолнечнику. Интересно, что произошло с мировыми ценами на кукурузу. Мировые цены на кукурузу отреагировали точно так же, как на пшеницу. Немножко амплитуда меньше, но здесь стоит отметить, что уже до текущей геоприотической напряженности произошло повышение цен на кукурузу из-за засухи в Южной Америке. И вот сейчас это повышение, оно стало более, оно усугубилось, будем так говорить. Ну, и тоже стабилизируется сейчас на каком-то уровне, в высоком уровне, из-за того, что, как мы видели на втором слайде, Украина крупный поставщик кукурузы на мировую арену. Ну, естественно, у всех возникает вопрос. Вот в текущих ситуациях сложности с логистикой предполагаются. Санкции вводятся в отношении России. Естественно, есть определенные сложности в страховании судов от текущих. Есть боевые действия, идут в близлежащих районах к морским портам. Естественно, вопрос возникает, а идет ли экспорт из России сейчас вообще. Да, он идет, и достаточно, я бы так сказал, что достаточно бодро из-за цены, из-за большого количества заключенных ранее контрактов. Вот сейчас вы видите, вот здесь вот экспорт зерна, это в целом зерно, включая ячмень, рожку, кукурузу и пшеницу, с 1 по 28 марта. Ну, тут есть разные источники оценки этого экспорта. На самом деле, там он может быть немножко побольше, но здесь суть в том, что экспорт идет, он сейчас ограничен как с одной стороны пошлиной, демпферной, так и квотой. Но он продолжается, и квота распределена таким образом, что 8 миллионов тонн с 15 февраля по 30 июня может быть отправлено в страны дальнего зарубежья, подчеркну дальнего зарубежья из России, и 3 миллиона тонн ячменя, ржи и кукурузы. Ну вот по состоянию на 28 марта, сейчас, конечно, это выборка этой квоты уже, наверное, побольше немножко. Но вот по состоянию на 28 марта уже было выбрано 27% пошлины на пшеницу. Ну, разные аналитики, эксперты отрасли рассуждают, сможет ли Россия вообще полностью выбрать эту квоту. Ну, наверное, такой консенсус прогноз, что, наверное, все-таки даже, может быть, и не сможет, но будет близко к 80-90%. Немножко сложнее будет по кукурузе, но кукуруза не является таким сугубо экспортно-ориентированным товаром у нас, больше, конечно, ориентированным на внутренний рынок, и все, что могут в рамках этой квоты, будет экспортировано. Возможно, останутся как-нибудь остатки, но они не будут критичны на рынке. Михаил, вопрос такой, смотри, чтобы была дискуссия, да, то есть когда мы говорим, например, про квоты пшеницы, да, и зерновых, в целом мы увидим еще и по масличке. То есть вот эти квоты, которые ввели, это наш стандартный экспорт в традиционные годы, вот в обычное время, правильно? То есть никаких вот таких ограничений резких, которые бы произошли, мы сейчас не наблюдаем. Я бы так сказал, что это фиксирование потенциального экспорта в этом году. То есть это не является чем-то слишком ограничивающим фактором. Ну, ни по пшенице, ни по ячменю, ни по ржине, ни по кукурузе, ни по одной из этих культур. В принципе, вот только возникает вопрос, наоборот, сможем ли мы это вывести из-за логистических трудностей. Но, будучи пессимистом, можно сказать, что, наверное, большинство и практически все вывезут. Ну, единственное, что с логистикой, конечно, проблемы, потому что эти проблемы, наверное, будут решены. В частности, потому что спрос, естественно, на зерно, он очень высокий со стороны стран, которые продовольственная безопасность зависит от экспорта из России, в частности, из Украины. Ну, естественно, у нас есть еще и ограничивающие факторы, которые все-таки давят на внутреннюю цену. Несмотря на хорошие экспортные цены и по кукурузе, и по пшенице, у нас есть пошлина, размер которой до недавнего времени был достаточно низким при текущих ценах. Но есть определенный механизм расчета пошлины, я не буду в него сейчас углубляться. У него есть историческая составляющая, есть там контрактация на московской бирже по определенному механизму. Она немножко была нарушена в текущий момент. И только сейчас начали повышаться эти пошлины. И в середине, наверное, через течение двух недель ожидается, что эта пошлина может быть повышена до 120 долларов. Это, конечно, будет еще поддавливать внутреннюю цену на эти культуры. Естественно, еще один фактор, который очень сильно влияет на внутреннюю цену на зерно у нас в стране – это наша валюта рубль. Вот произошел такой кульбит, то есть были введены определенные стимулирующие ограничительные меры со стороны Центробанка нашего российского. Ну и рубль вернулся, практически вернулся на уровень конца февраля. Это тоже немножко будет с пошлинами. Это будет ограничивать рост внутренней цены. Но, как мы покажем на следующих слайдах, в принципе, внутренняя цена, конечно, она рублевая, она не долларовая. Но она, вот по пшенице, она сейчас на таких близко к исторически высоким ценам. И точно так же на кукурузу. Единственное, что тут стоит отметить, что более экспортно ориентированный юг, он получает, будем так говорить, немножко больше выгоды от исторически высоких цен мировых и на кукурузу, и на пшеницу. То есть, ну, если вот так говорить, делать какой-то прогноз, сейчас прогнозы делать, но дело неблагодарное в любом случае, потому что никто не знает степени определенности. Но вот если из текущих условий, там, и какой-то стабилизации, какой-то ситуации, я бы сказал, что цены и на пшеницу, и на кукурузу могут чуть-чуть подпасть сейчас. Но они все равно останутся до конца сезона на достаточно высоких уровнях в рублевой системе «Кардиналь». Очень много будет зависеть от курса, но, к сожалению, это мы предсказать развитие курса валюты не можем. Перейдем к другой культуре масличной, это подсолнечник. Очень большая зависимость от Украины и России по подсолнечному маслу мировая. Практически 80% экспорта приходится на эти две страны. И поэтому цены на подсолнечное масло отреагировали просто взрывным образом, даже больше еще, чем на пшеницу. На самом деле цены на подсолнечное масло сейчас в Евросоюзе практически нету, потому что это такая цена, которую на бирже достигла. Никто, естественно, не покупает, не продает по таким ценам. Вот цены, которые как бы сейчас актуальны для Аргентины, России и Украины. Я бы сказал, что на самом деле цены немножко пониже сейчас на российскую продукцию. На украинскую их особенно сложно сейчас оценить, потому что порты закрыты. Ну, аргентинские цены, они примерно действительно актуальны, в районе 2000 долларов за тонну. Российские цены на самом деле немножко пониже сейчас. Они там в районе 1750 долларов за тонну, там 1900. В текущей геополитической ситуации и с сложностью с логистикой очень сложно этот индекс отслеживать. И поэтому, я бы сказал, есть такой коридор этой цены сейчас, который составляет от 1750 до 1900 долларов. Что тоже исторически очень высокие цены. Естественно, это повлияло на рост внутренней цены. Она достигла в моменте, она достигла в прошлом, на прошлой неделе, или там не 10 назад, она достигла 55 в среднем тысяч рублей с НДС в России, цена на подсолнечник. Потом откатилась на этой неделе из-за укрепления рубля и из-за введения квотирования на подсолнечное масло, ограничительных мер. На следующем слайде я немножко поподробнее расскажу, какие последствия этого квотирования у нас будут. Ну вот ситуация с ценами, она сейчас такая. Ну, скорее всего, скорее всего, то же самое, что и по пшенице, и по кукурузе. Я бы сказал, что возможно из-за укрепления курса рубля еще небольшое подснижение цен внутри страны. То есть, опять же, это если у нас курс укрепляется, российская валюта, если он будет снова очень волатильный и будет стремиться вверх, естественно, цены могут немножко быть выше. Но и должна немножко мировая цена успокоиться, в принципе, если будет поставки подсолнечного масла так же, как они сейчас из России. То есть, в принципе, я бы так сказал, что цена на подсолнечник до конца сезона, наверное, вот, скорее всего, будет вот где-то между вот этими показателями, там, должна быть в районе, там, может быть, от 45 до 50 тысяч рублей. Что касается следующего сезона, опять же, прогнозировать практически невозможно сейчас. Но вот на следующем слайде я вот, тут вот агентство ИКАР предоставило баланс сезонного спроса на подсолнечного масла и подсолнечник. С 15 апреля вводится квотирование экспорта подсолнечного масла, полтора миллиона тонн. Что это значит для уровня экспорта? Это, в принципе, значит, что при реализации этой квоты экспорт подсолнечного масла останется на уровне прошлого года. То есть, катастрофы никакой не произойдет. Единственное, что может действительно оказать небольшое давление на цены, это высокий уровень остатков подсолнечников в хозяйствах. Но это обычно происходит как бы в нормальных условиях. Но, естественно, ожидается некое снижение посевов подсолнечника в Украине. Разные есть оценки. Здесь я в скобках указал оценку, которая может быть. Поэтому у вас вполне возможно, что не так сильно это скажется на цену нового урожая в следующем году. Поэтому, если там, в принципе, на рынке вас будут убеждать о том, что надо продать большие остатки подсолнечника, то, в принципе, на самом деле, если оценивать на будущий сезон, то вот эти остатки в 1,7 миллионов тонн, они должны быть, ну, как бы, на них спрос должен быть достаточно серьезный. Если, опять же, есть условия для хранения. Еще дополнительно к эквотированию подсолнечного масла недавно, 14 марта, насколько я помню, или, нет, 31 марта, были введены, я здесь их не написал, но я словами сейчас скажу, Дополнительное ограничение – это эквотирование подсолнечного широта, что, в принципе, тоже выступает примерно в рамках потенциального экспорта. Потом, что может быть, ну, несколько более серьезно для сельхозпроизводителей в целом в стране – это введение экспортных, впервые введение экспортных пошлин на лен в размере 20%. И здесь, скорее всего, как бы, немножко выравнивает условия между производством подсолнечного и льна. В России дело в том, что до этого лен оставалась единственной культурой, которая беспошлинный вывоз был, поэтому у нее было преимущество. Теперь, как бы, в общем-то, у нас, по сути, все масличные культуры находятся под пошлиной, под ограничениями. Миша, могу по один момент добавить, чтобы разбавить дискуссию и больше так сфокусироваться на ценнике и объемах импорта и экспорта. Смотрите, если коротко, да, то мировой рынок в этом сезоне недополучит, там, не знаю, 3-4-5 миллионов тонн подсолнечных. Однозначно на мировом балансе будет дефицит, да, все рассказали, производители, что все-таки мы выйдем на профицит в этом сезоне, там, цена, например, стабилизируется. Но это переработчики, да, которые хотят стабилизировать эту цену. Но текущая ситуация говорит, что на мировом рынке этого не произойдет. Соответственно, мы обычно экспортировали, там, полтора миллиона тонн, да, ну, там, плюс-минус. Скорее всего, спрос с рынка в этом сезоне будет больше. Вот, соответственно, будет цена. Какой цена будет? Мы сейчас не можем сказать в рублях или в долларах, наверное, можем, да, так примерно. Но в рублях однозначно нет, потому что не знаем волатильность курса, да. То есть, вот, следите за новостями, например, вчера, нет, 4-го числа должны были заплатить по госдолгу государству, да. Вот, пока информация прошла, платеж нет, но мы слышим, там, историю про санкции со стороны США по аресту счетов, которые мы не сможем платить. Вопрос, будут экономические последствия, да, там, не будут, в рублях говорить сложно. Но в любом случае, в какой-то момент все это будет пересчитываться на международную валюту, да. И, да, скорее всего, цена будет расти. Дальше уже вступают в игру регулятор. Пошлины, квоты и так далее. Ну, я бы сказал так, что, да, действительно, спасибо, Кирилл, ты прав, но, в принципе, пошлины, они и так уже достаточно на серьезном уровне находятся. Ограничительная политика реально уже на серьезном уровне, и она работает. То есть, ну, я лично, это мое личное мнение, что дополнительного, серьезного усиления регуляторной политики, ну, мне, например, сложно представить. Оно возможно, но я бы так сказал, что вероятность, она не очень высокая. И последний слайд мой, такой же практически слайд, как и по пшенице. Экспорт идет, то есть, вот вы видите, что с 1 по 28 марта текущего года отправлено практически 200 тысяч тонн подсолнечного масла, что не является чем-то минимальным или, наоборот, экстраординарным. То есть, это, в принципе, близко к нормальным экспортным возможностям. И плюс, я бы еще сказал, что даже это немножко меньше, чем могли бы, потому что где-то треть месяца были плохие погодные условия еще в чем-то на морских портах, поэтому здесь, скажем, могли бы отгрузить больше. Но экспорт идет, и вот также вы видите, что, ну, наверное, нету такого риска отказа от поставок российского подсолнечного масла, потому что основные покупатели, вот вы видите, вот это рейтинг, там, с 1 сентября по 28 февраля этого года, крупнейшие покупатели российского подсолнечного масла. Это Турция, Египет, Индия, Китай, ну, там, в меньшей степени Узбекистан, пятерку я здесь поставил. То есть, и вы понимаете, что это страны, которые не вводили санкции против России, и поэтому все-таки, наверное, прогнозируют, что они останутся на рынке подсолнечного масла, и Россия продолжит экспортировать подсолнечное масло достаточно хорошо. У меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Ну, мы продолжим в комментариях тогда, Миша. Перейдем к ребятам по технологии, а уже в чате мы продолжим отвечать на вопросы. Хорошо. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Павел Ищенко, портфолио-менеджер по гибридам кукурузы. Ну что ж, поговорим немножко о семенах, да и, в принципе, о двух культурах подсолнечники и кукурузе. Многим из вас знакома такая картина на полях, наверное. Особенно в регионах с большим прессингом почвенных. И с каждым годом тот же проволочник и почвенные инфекции осваивают новые территории. Конечно же, семена премиум-класса требуют более эффективной защиты. И в последние годы сингента стала активнее нырять прогрессивную обработку семян. Потому что именно с семян начинается реализация потенциала растений. Элевейшн – это бренд, объединивший комплекс препаратов. Это широко известные фунгициды, инсектициды, а в ближайшем будущем будут активно использоваться стимуляторы роста. Давайте мы подробнее поговорим. Что включает в себя обработка... Так, кто-то переключает слайды, и это был я. Что же включает в себя обработка Элевейшн на кукурузе? Элевейшн – это ставший уже стандартным на российском рынке препараты Мактим Квако и Форзе, а также уже известный многим по колоссовым зерновым фунгицид Вайбранс. И в данном случае комбинация из семи действующих веществ обеспечивает надежную защиту от большинства патогенов и почвообитающих вредителей. Вы видите на этом слайде. Конечно же, весь этот список представляет огромную угрозу растениям на начальных этапах вегетации. При этом питаться обеспечивают усиленное образование корней полосков, что способствует более энергичному усвоению питательных веществ. И в течение нескольких лет сравнения обработки Элевейшн с другими обработками средняя сохраненная урожайность составила более пяти центнеров зерна с гектара. При нынешних ценах на зерно, впрочем, вы уже, наверное, посчитали выгоду. Поэтому переходим к подсолнечнику. Иван, тебе слово. Спасибо большое, Павел. Добрый день, коллеги. Меня слышно нормально, Паша? Слышно. Если говорим касательно подсолнечника, то со следующего сезона, да и в этом сезоне, мы уже с вами можем попробовать обработку семян Элевейшн, которая включает в себя проверенные, самые эффективные продукты, такие как Максима Прон, а также Крузер. И в сезоне 2023 года добавляется Epivio Energy, это биостимулятор, который включает не только стимулирующие вещества, но еще и включает микроэлементы. В этом сезоне уже часть семян сумика и неомы, небольшой объем, есть в реализации, в обработке Элевейшн. Поэтому, если кто еще не приобрел семена, есть возможность это сделать. Что я хотел сказать и почему будет вообще посвящена наш сегодняшний вебинар именно с технической точки зрения. То есть все сейчас думают о том, как получить максимальную урожайность, при этом как-то сэкономить, как-то снизить затраты на произведенную продукцию. И здесь, конечно, есть два пути. Одно направление, которое выбирает хозяйство, это максимизация получения урожайности. И этому есть способствующие факторы. Михаил говорил о том, что и Кирилл говорил об этом, о том, что у нас есть рынок, есть куда будет реализовывать. И в принципе все факторы, которые сейчас складываются, они все положительные. И здесь, конечно, ставка, я думаю, тех хозяйств, которые будут именно работать на увеличение произведенной продукции, это будет правильным решением. Это же говорит и рекомендует делать Министерство сельского хозяйства получать большую валовую продукцию, имея ту же площадь. И второе направление, которое в принципе не совсем будет правильно, как показывает практика 2015 года, это когда хозяйство скатывается в низкую технологию, использует какие-то непроверенные семена, отказывается от каких-то удобрений, средств защиты растений, что в конечном итоге может привести к снижению урожайности. Поэтому целью нашего вебинара сегодня будет поговорить о тех ошибках и тех моментах, которые встречаются и которыми мы с вами можем управлять и снижать затраты, фактически получая одно семя, одно растение, задача. И об этом более подробно будет рассказывать Владимир Небутов. Я расскажу о вопросе правильного выбора нормы высева семян и поговорим о несоблюдении регламента применения средств защиты растений. Потому что все это в конечном итоге приводит к тому, что либо мы реализуем тот потенциал генетики, который есть, либо мы его не реализуем. По поводу настроек, селки, подготовки почвы я передаю слово Владимиру. Спасибо, Иван. Коллеги, добрый день. Меня зовут Небутов Владимир. Я технический эксперт по подсолнечнику. Иван осветил очень подробно вопрос, который мы хотим осветить перед вами сегодня. И в первую очередь хотел бы вам сказать, этот слайд, который вы уже видите на экране на своем, это топ популярных ошибок, которые совершают товаропроизводители на сегодняшний день при подготовке к посеву. И, соответственно, мы сейчас с вами немножко и проговорим о них, и каждый немножко раскроем. Первый, конечно же, вопрос, который там возникает, или первое ошибочное мнение, может быть, или допущенная ошибка, которую совершает у всех сельхозтоваропроизводителей, это неправильная обработка почвы. Сюда можно включить и большое количество осадков на поле, это и переуплотнение и так далее. Вторая, неправильная настройка сейлки, ранний посев, к сожалению, да, мы все с вами прекрасно понимаем, что многие товаропроизводители гонятся за влагой, гонятся за сроками посева, за сроками уборки и так далее, и прибегают к более ранним посевам, зачастую неправильно более ранним посевам. Также одна из распространенных ошибок, это нарушение скорости и глубинные заделки семян, неправильный выбор нормы высева и, соответственно, очень нередкие случаи, это несоблюдение регламента применения средств защиты растений. Ну, давайте немножечко поподробнее в этом поговорим. И первое, это, конечно же, подготовка почвы, грибнистость и так далее. То есть слева вы можете видеть здесь проблему, которая существует на сегодняшний день. То есть мы видим с вами грибнистость, неравномерность обработки почвы, культивация предпосевной, вспашки и так далее. И, соответственно, далее вы можете видеть таким более светлым цветом, это результат данного момента. То есть мы здесь с вами видим и просевы, и неравномерность со всходами. И на нижней фотографии с правой стороны мы можем с вами видеть видоизменение корневой системы, что ведет, что влияет, точнее, как следствие непосредственно переуплотнение посевного ложа. Да, есть решение, чтобы избежать данного рода проблем. Это однозначно выравнивание почвы с осени, это рыхление, это избегание, максимальная возможность избегать ранней весенней культивации при недостаточной спелости почвы. Вы, наверное, знаете, что чем раньше зайдем, почва не готова, будет переуплотнение посевного ложа, соответственно, будут неравномерные всходы и так далее. То есть основной момент – это подготовка почвы и сроки подготовки почвы. Далее – это большое количество растительных остатков. Безусловно, это является проблемой при посеве, особенно если посев производится с сейлками анкерного типа, то есть высевающим аппаратом анкерного типа. Все вы сталкивались, наверное, с проблемой, когда большое количество поживных остатков на поверхности почвы не позволяет оптимально расстановить или разместить семена по территории почвы. Это один минус у нас, да, там технический вопрос. Второй есть минус, который чаще всего также наблюдается при недостаточно глубокой основной обработке почвы и недостаточной заделке поживных остатков. Это выделение фенольных кислот, таких как муравьины или другие кислоты, которые влияют на развитие проростка подсолнечника и кукурузы. Очень часто мы сталкиваемся с моментом, когда происходит отмирание корневой системы на ранних этапах развития именно за счет выделения данных фенольных кислот. Решение есть. Это качественная предпочтенная подготовка поля и удаление растительных остатков. Возможно, применение азотных удобрений для минерализации салона. Далее мы с вами поговорим о основных настройках сейлки. Безусловно, наверное, многие с вами согласятся, что порядка 70% залога получения или раскрытия потенциала гибрида является качественно проведенный пассив. Один из этих составляющих – это настройка сейлки. Здесь мы вам расскажем просто о основных этапах настройки, об основных органах. Естественно, они будут различаться на различного рода сейлках технически. Но, тем не менее, смысл остается тот же самый. То есть, это регулировка глубины заделки семян. Многие сталкиваются с вопросом, а на какую же глубину все-таки правильно сеять? 5, 7, 8 сантиметров. Различные варианты. И чаще всего, конечно, это неправильные ответы, потому как все-таки мы должны в первую очередь обращать внимание на два основных фактора. Это температура на глубине заделки семян и, соответственно, влага. Посев необходимо проводить все-таки на 1, на легких или на 2, на более тяжелых почвах сантиметра ниже пограничного уровня залегания влаги. Для того, чтобы обеспечить нормальное набухание, прорастание и развитие подсолнечника, в первую очередь, да и кукурузу в том числе, необходимо обеспечить влагу и температуру. Чем мельче мы заделаем семена, но во влажный слой почвы, тем быстрее мы получим дружные и качественные всходы. Отсекатели очень часто забывают об отсекателях и поэтому не проверяют настройку отсекателей, что приводит к появлению двойников, тройников, просевов и так далее. То есть, безусловно, нужно обращать внимание и на отсекателей и настраивать их в соответствии с конкретным гибридом или даже конкретной партией какого-то отдельного гибрида. Безусловно, нужно проверять уплотнительные герметичности секций на высевающем аппарате. То есть, часто мы с вами можем видеть на непосредственно высевающем аппарате вот это пластиковое, так называемое, уплотнение, которое часто рассыхается со временем и происходит подсос воздуха. Проблема в чем? Проблема в том, что семена начнут хаотично присасываться к отверстиям на диске, что, соответственно, приводит к просевам. Регулировка густоты сева. Безусловно, это важно делать, да, то есть, это распределение коробкой передач и так далее, и так далее. То есть, эти моменты тоже не нужно забывать. И проверка вакуума, а именно проверка целостности шлангов и различных органов на сейлке, которые обеспечивают герметичность, собственно говоря, вакуумной системы на сейлке. Это касается, безусловно, конечно, вакуумных сейлов. Далее, сроки посева. Как мы уже немножко коснулись ранее, слишком ранние сроки посева могут приводить к нейронамерности всходом, к видоизменениям корневой части, стеблевой части, проростка и так далее. Безусловно, пониженные температуры в течение длительного периода способны видоизменить как асемидоли на подсолнечнике, так и первые листья на кукурузе. На данных фотографиях можете видеть, особенно в левой части это подсолнечник, правая это кукуруза. Это видоизменения как семидольной части, так и стеблевой части корневой системы, в том числе этих культур. Сверху мы с вами видим так называемые рюмочки. Это видоизменения при пониженных температурах срастания семидольных листьев. И, соответственно, ниже вы можете видеть видоизменения стеблевой части, так называемые крючки. Это эффект термотропизма, когда растение начинает расти и происходят перепады среди сущих температур. То есть на поверхности температура будет ниже, нежели чем в почве. И, соответственно, растение начинает расти вниз, потом вверх в дневные часы. И, соответственно, расходует большое количество питательных элементов, что, конечно, приводит к затяжке со всходами, с дружностью всходов. Ну и, соответственно, это влечет с собой проблемы на более поздних этапах вегетации. Решение очень простое. Избегать слишком ранних сроков посева. И, безусловно, нужно планировать конвейер посевной. Кроме того, нужно сказать, наверное, выделить один момент, что есть, помимо того, что избегать сроков посева, нужно, конечно, выбирать, если есть необходимость посеять более ранние сроки, нужно подбирать, конечно, интенсивность гибридов. Более экстенсивные гибриды менее чувствительны к подобного рода перепадам температурам, чем более интенсивные гибриды. Но это не значит о том, что более экстенсивный гибрид можно сеять в снег. Нет, конечно же, этого не нужно делать, поэтому так как будут проблемы. В том числе нужно помнить, что у кукурузы точка роста находится в почве до стадии 4-5 листьев. Поэтому именно понижение температур на поверхности почвы не так губительно для кукурузы, для точки роста имеется в виду. Если даже будет повреждение листовой массы, то это, конечно, не будет особой проблемой. Главное, чтобы не была повреждена точка роста. На основании всех вот этих факторов, пунктов и моментов мы подготовили некий чек-лист, который позволит вам применять, даже не применять, а готовиться к посеву. Но до этого мы поговорили немножко о сроках сева и зависимости от многих факторов. Сроки сева, безусловно, зависят от нескольких факторов. Мы выделили пять основных. Это интенсивность развития на ранних этапах. Это технология выращивания, более касается, наверное, подсолнечника в данном случае. Это площади хозяйства. Кто начинает сеять рано, почему начинает сеять рано, мы все это понимаем. И, соответственно, зоны с высокими температурами во время цветения. То есть создание конвейера цветения для того, чтобы избежать или, так скажем, позволить растению пройти более лояльный период высоких температур воздуха при цветении. И, соответственно, техническое вооружение, как сейлка и плыскатель и так далее. То есть, ну, в принципе, здесь ничего для вас нового нет. По скорости посева важный момент, который нужно отметить. Это частая проблема, частая ошибка. Это превышение скорости посева. К чему приводит высокая скорость посева? Безусловно, это хаотичное расположение семянок по глубине в почве. То есть это и просевы могут быть, и все остальное. На данной фотографии вы можете видеть, что здесь скорость посева была более 12 км в час. И мы с вами видим, что зерновки кукурузы находятся в разном слое. То есть какая-то находится на 8 см, какая-то находится на 3 см. То есть о чем это говорит, как и рядом фотография. Что всходы одного растения взойдет раньше, второе взойдет позже. Соответственно, это будут уже недружные всходы, что впоследствии будет приводить к прохождению разных сроков вегетации. И, соответственно, это будет вплоть до созревания. На нижней фотографии вы можете видеть, где 12-14 км в час посев кукурузы. То есть изрежены недружные всходы. И 6-8 км в час, где мы можем видеть с вами более-менее дружные всходы. Соответственно, решение – это правильный подход в выборе сейлки, правильный подход в физической подготовке поля и, соответственно, спелости почвы. Оптимальная скорость посева, рекомендуемая для кукурузы – 6-8 км в час, для подсолнечника – 5-6. Это касается сейлок типичных, обычных сейлок вакуумного или механического типа. Мы сейчас не будем говорить о сейлках системы Prestige Implanting и подобными им, где можно, конечно, обеспечивать скорость посева до 16-20 км в час, но, опять же, при условии идеальной подготовки почвы. Это уже частные случаи и так далее. Глубина посева. Безусловно, это важный момент. При ранних сроках посева, кроме того, еще на большую глубину, свыше 8 см, могут наблюдаться изреженные всходы, недружные всходы. Тот же эффект термотропизма, о котором мы с вами разговаривали, вы можете видеть на нижних фотографиях, да, то есть этот эффект. И, соответственно, это приводит к неравномерному цветению, созреванию и так далее. То есть прохождению всех фаз вегетации и культуры неравномерно. Внизу на графике вы можете видеть пример опыта, заложенном нами в прошлом году в Краснодарском крае по глубине посева. Гибрид был по карди, три варианта, глубина 4, 8 и 12 см. Посев производился с нормой высева в 57 тысяч гектар на гектар, прошу прощения. И, соответственно, при глубине, глубина заделки, отставить, глубина залегания влаги была на 2 см от поверхности почвы. Соответственно, заделка семян, на наш взгляд, более-менее правильная была, порядка 4 см. Температура почвы порядка 15 градусов на глубине заделки, поэтому мы решили сеять именно таким образом. И, соответственно, результаты показали, что глубина в 4 см, а именно на 2 см ниже пограничного горизонта влаги, составила к уборке 56-200 см. То есть всего лишь было потеряно порядка 800 растений на гектар. И, соответственно, там, где было 12 см глубина заделки, мы получили густоту к уборке на 6 тысяч растений меньше. Если это перемножить на количество семян в корзинке и удельный вес этих семянок, мы получим значительное и значительное снижение, точнее, не снижение, а потери прибыли при недоборе урожая. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. И обещанный чек-лист, о котором я немножко выше говорил. То есть это основные, я бы не сказал, что это правила, это пункты, это даже, может быть, советы, которые необходимо было бы, на мой взгляд, учитывать при подготовке к посеву. Это подготовка почвы, безусловно, это один из важных факторов, мы с вами об этом уже проговорили. Температура и наличие влаги в почве – это два основных фактора, на которые нужно обращать внимание при посеве. Главных факторов, да, то есть которые всего при прочих равных должны соблюдаться. Состояние посевного оборудования обсудили, да, то есть накачаны шины, проверены шланги, там, и так далее, и так далее. То есть сейлка и посевное оборудование должно быть в надлежащем виде. Подбор высевающих дисков. Одна из проблем, которые сталкиваются товаропроизводители – это сложности при посеве с различными калибрами семян. Это не говорит о том, что там один производитель, могут быть разные производители семян и так далее. Многие просто немного неправильно подбирают диски, или неверно, или советуют им неправильно это сделать. И, соответственно, получаются просевы, недостаточное количество, или просевы, или двойники, или проскакивание семян, ну и так далее. Различные вопросы. Мы хотим вам напомнить о том, что самыми распространенными являются диски для подсолнечника с диаметром отверстий от 2,2-2,5 мм, и для кукурузы 4,5-5,5 мм. Это не все размерные ряды, безусловно, это самые распространенные на основании аналитики по калибровке семян среди различных компаний. То есть обращайте, пожалуйста, внимание на диаметр отверстий на дисках. Ну и, естественно, путать и высевать подсолнечник кукурузными дисками тоже неправильное решение. Что, к сожалению, встречается. Настройка отсекателей, о которой мы с вами поговорили, да, однозначно нужно это делать. Нужно проверять перед сменой гибрида, перед сменой партии гибрида. Нужно проверять именно на краю поля, прокручивать, чтобы семянки присасывались, одна семянка к одному отверстию, естественно, а не две и так далее. Скорость посева, о которой мы поговорили, напомню, подсолнечник 5-6 км в час, рекомендуемая скорость, кукуруза 6-8 км в час. Опять же мы не говорим про селки, систему престижный плантинг и аналогичных им. Глубина заделки семян, на что я ваше внимание еще раз хочу подчеркнуть, просто, что это 1-2 см ниже пограничного горизонта влаги. То есть семена должны находиться во влажном слое, но не глубже, чем 2 см от границы влаги. Это, на мой взгляд, наиболее правильное решение и опыты доказывают это. Далее я передам слово Ивану, если будут технические вопросы по выращиванию подсолнечника, мы с вами поговорим в чате. Спасибо. Спасибо, Владимир. Если говорить о следующем этапе, о правильном подборе густоты стояния растений к уборке, то это очень важный вопрос как к кукурузе, так и по подсолнечнику. Потому что если мы с вами сформируем густоту стояния, которая будет не адаптирована под запас влаги, который существует в почве, или под то орошение, или багару, который есть в хозяйстве, то мы с вами фактически можем потратить как дополнительные семена, так же мы с вами не рационально потратим влагу, потому что получим вегетативную массу, но при этом получим маленькую генеративную часть. Также есть риски, связанные с тем, что повышение густоты может привести к тому, что будет истончение стеблей растений, и соответственно это может приводить в ветреную погоду просто к банальному полеганию. Если же мы формируем недостаточную густоту, то у нас возникают риски, первое, это недобор урожая, особенно это актуально для культуры кукурузы. Если же мы говорим по подсолнечнику, то здесь существует другая проблематика. Чем меньше у нас формируется густота, тем больше содержание в маслосемянках формируется именно белка, но меньше формируется именно масличности в этих маслосемянках. Соответственно это может быть отрицательно сказывается как на урожайности, так и на качестве. Более того, неправильная выбранная густота в засушливых территориях может привести к тому, что отсутствие экранирования почвы будет приводить, что почва будет сильнее прогреваться, и соответственно будем терять влагу нерационально. Компания Сингента на протяжении уже многих лет, используя свои данные по гибридам, используя данные нашего отдела развития, а также основываясь на результатах и данных НИИМКа, Донского зонального института, разработала рекомендации по выбору густоты. И они касаются и основаны на запасе продуктивной влаги, которая содержится в метровом слое, хотя многие ученые даже рекомендуют определять запас продуктивной влаги в 1,5-2 метровом слое. Но хотя бы метровом слое, если мы определяем содержание продуктивной влаги, то мы можем сказать, что это мы относим к недостаточному, то есть если содержание продуктивной влаги меньше 120 мм, это недостаточный уровень влагообеспеченности. Соответственно, вы видите, какие рекомендации существуют по гибридам, то есть большая часть гибридов находится в поланке 40-45 тысяч растений к уборке. Если же это умеренное увлажнение, то есть от 120 до 160 мм почвы, то это порядка 40-50 тысяч растений. Есть там различия по гибридам, но в основном общая масса где-то находится в этих пределах. И достаточный уровень увлажнения, это если в почве на момент посева содержится более 160 мм осадков, соответственно, в этих случаях нужно выбирать густоту 50-55 тысяч растений к уборке формировать. Это очень важные моменты, и эта презентация будет доступна, это будет как раз-таки вам подсказкой, чтобы не рыться в наших каталогах, а именно уже посмотреть непосредственно, какой гибрид вы выбрали и какую густоту фактически выбрать в этих условиях. Это же подтверждает эти опыты, мы заложили на многих площадках, я приведу пример на Краснодаре, в центре экспертизы. Мы определили, что запас продуктивной влаги содержится на момент посева 153 мм в метровом слое. И вы видите, что густота стояния растений от 44 до 56 тысяч, она сформировала наибольшую урожайность. Если мы сформировали более высокую густоту, то мы с вами потеряли по урожайности. И более низкая густота также приводила к тому, что у нас появились проблемы по снижению урожайности. Поэтому те рекомендации, которые есть у нас в каталогах, просим следовать. Если у вас возникают вопросы, можно задать менеджерам по продажам, которые находятся в ваших территориях. Еще одним важным моментом я должен это сказать, потому что в северных территориях сейчас существует практика увеличения густоты от наших рекомендованных на 5-7 тысяч растений к уборке. Почему хозяйство прибегает к такой практике? Это связано с тем, что в северных территориях, кто боится ухода в вознюю уборку и, соответственно, добавляет 5-7 тысяч растений к густоте. Для чего? Для того, чтобы создать искусственную конкуренцию между растениями и чтобы управлять вопросом дозаривания и созревания культуры. Поэтому на это в северных территориях особенно обращайте внимание. Если же мы говорим о применении средств защиты растения, то мы здесь выделили в основном те вопросы, которые возникают на производственных системах и технологиях. В основном это можно комплексно сказать, это нарушение регламента применения средств защиты растений, независимо какая технология, какая культура, кукуруза, подсолнечник. То есть какие основные моменты есть у нас по производственной системе Клеофилд или Клеофилд Плюс? Это низкая дозировка выбирается препаратов, либо используется в позднюю фазу применения гербицид. Гербицид применяется в позднюю фазу, то есть когда сорняк у нас уже перерос в уязвимую стадию. И тогда вот вы видите по центру слайда, вы видите, какая ситуация происходит на примере амброзии полуноуглесной. То есть что с ней происходит. То есть есть проблематики с тем, что мы отработали, но не контролируем ее. И то же самое наблюдается, если используем низкую дозировку по контролю именно заразихи. То есть на какой-то период того действующего вещества, которое проникает из растения подсолнечника в саму заразиху, хватает для того, чтобы отконтролировать. Но по мере того, как рост растения происходит и концентрация действующего вещества в растении падает, происходят новые атаки заразиха. Это может приводить к вторым, третьим волнам заразихи. Поэтому на это обращаем внимание. Если же касательно следующего пункта нарушения регламента применения, ребят, огромное количество вопросов, связанных с получением фитотоксичности, происходит, как правило, когда мы начинаем нарушать регламент в плане смесей средств защиты растения, с какими-то агрохимикатами, стимуляторами, а также когда мы пренебрегаем погодными условиями. То есть, когда у нас растения находятся в стрессе, либо это заморозки 3 дня до или 3 дня после заморозков, в этот период лучше не заходить с обработками подсолнечника. А также, как вы видите на графике, помимо того, что были перепады ночных, дневных температур где-то в 20 градусов, плюс еще понижение температуры ниже нуля. И, соответственно, это приводит к таким печальным последствиям, это проявление фитотоксичности. Поэтому, коллеги, смотрим на, прежде всего, погодные условия и также наблюдаем и соблюдаем те регламенты, которые есть в нотарных этикетках, которые как раз-таки подтверждают, что не нужно смешивать ни с какими агрохимикатами. Ошибки, которые в производстве сталкиваемся часто, это перекрытие, то есть, калибруйте технику, которая есть в хозяйствах. Это, если мы говорим о работе, подготовке рабочего раствора непосредственно в поле, это вопрос с перемешиванием препарата, то есть, его выливать на дно попрыскивателя не надо. То есть, это когда мы уже наполняем там наполовину, либо на три четвертых объема опрыскивателя, тогда только выливаем препараты, потому что они плотнее, чем вода. И, как вот видите на слайде, такие проблемы могут происходить. И также калибруем оборудование, потому что вот это пример, когда хозяйство все делало правильно, но техника начала выдавать большую норму рабочего раствора. И, соответственно, один проход опрыскивателя, один круг опрыскивателя, вот получили такую картинку, которая потом дальше отразилась еще и на озимых культурах, которые сеялись после подсолнечника. Поэтому на это тоже обращаем внимание. Не можем не напомнить, что на каждом мешке компании Сингента, да и не только компании Сингента, для производственной системы Клеофил, Клеофил Плюс необходимо использовать гербициды, которые входят в эту производственную систему. Использование препаратов, не входящих в производственную систему Клеофил Плюс, фактически делается на страх и риск самого сельхозтоваропроизводителя. Здесь подытожены основные моменты, я не буду останавливаться на них, да, то есть еще здесь добавить, что работа с инсектицидами, да, можно использовать перитроиды, но с фосфоорганикой ни в коем случае никакие обработки не проводить, потому что сама фосфоорганика по себе тяжеловастая для растений, а в смесях с гербицидами это может приводить к проявлению фитотоксичности. На растущем рынке сульфа-сегмента просим и обращаем внимание, каждый считает, что сможет перескочить и не попадет в ситуацию, когда проявляется фитотоксичность от применения баковых смесей экспресса с противозлаковыми гербицидами. Да, и так может быть и происходит, там два случая из трех, вы можете проскочить и может быть получается там в зависимости от погодных условиях, но раз в три года хозяйство, которое работает по такой схеме, приходят с вопросами о том, что они получили фитотоксичность. Ребят, не смешиваем экспресс с противозлаковыми гербицидами, и здесь даже вопрос не в самом противозлаковом гербициде, а именно в адювантах и вспомогательных веществах, которые используются, потому что задача противозлаковых гербицидов зафиксироваться на вертикально стоящем листе, то есть там очень сильные прилипатели и адюванты используются. Стандартные вопросы по передозировкам, а также по баковым смесям. Поэтому вот эти все моменты просим учитывать для того, чтобы те вложения, которые сейчас становятся сложнее вовлекать в сельхозбизнес, начиная там от наличия семян там у отдельных компаний, средств защиты растения, стоимости удобрений и так далее, до фактически мы можем приходить к тому, что мы с вами вот такими ошибками можем сводить на нет наши вложения, которые есть. Поэтому на эти моменты необходимо обращать внимание. А для того, чтобы реализовывать потенциал тех гибридов и фактически, я говорил уже сегодня, что есть два пути по поводу снижения затрат на произведенную продукцию. Это получить максимум урожайности на основании потенциала того гибрида, который вы выбираете, и технологий, которые вы выбираете, на основании запаса влаги, на основании ваших технических возможностей. И вы получаете максимум от того, что можно сделать. Или вариант другой, это когда хозяйство сваливается в полную экономию по всем направлениям. И, к сожалению, чаще всего, как практика показывает, эти хозяйства потом оказываются либо в банкротах, либо выкуплены холдингами и так далее. Поэтому я призываю очень грамотно подойти именно к выбору стратегии по вообще интенсификации. И один из элементов, который в принципе нам доступен и не доступен по такой цене для сельхозтоваропроизводителей других стран, то есть это удобрение, мы можем, конечно, ругаться о том, что цена удобрения той же селитры доходит до 33-34 тысяч рублей за тонну. Но при этом, если посмотреть мировые цены, то есть цена на мировом рынке составляет в 2,5 раза. Поэтому использовать вот эти ресурсы в виде удобрения для возделывания наших культур, я считаю, что ими нужно пользоваться, пока есть такая возможность. Соответственно, есть вопросы, что с прошлого сезона цена на удобрения немножко подросла. Но это один из элементов для того, чтобы реализовать тот потенциал, который есть. И тут, конечно, все зависит и от культуры. Я прошу Павла прокомментировать по кукурузе, какая стратегия должна быть по кукурузе, по питанию. Спасибо, Иван. Ты прав. Цены на удобрения и их доступность многих привергают в шок. Конечно же, и чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся у вас в распоряжении удобрения, важно помнить о базовых принципах минерального питания. На картинке слева вы видите, как зависит доступность макро- и микроэлементов от pH-почвы. Ширина полосы, которая отображает каждый элемент питания, она показывает доступность как раз в зависимости от pH. Например, с повышением pH больше 7 доступность калия резко снижается. Видим, вот здесь. Также при понижении pH также ниже 5 она резко снижается. Очень важно помнить про солевой индекс удобрений. Спрашивайте о нем у производителя удобрений, и в условиях недостатка влаги эта информация вам будет очень полезна. Чем выше солевой индекс удобрений, тем более негативное влияние могут они оказать на растения в засуху. Пожалуйста, помните об этом. Справа на слайде просто напоминание о динамике потребления элементов питания растениям кукурузы в течение вегетации. Возможно, вы спросите, как можно проводить подкормки до восковой спелости, как здесь указано на слайде. Да, это, конечно, более релевантно для тех, у кого есть орошение, но также существуют специальные аппликаторы на высококлинистные опрыскиватели. Система называется WhiteDrop. Возможно, кто-то из вас применяет или слышал об этом. Если да, нажмите на огонечек. Мы сейчас не будем углубляться в подробности конкретных удобрений. Я думаю, это тема отдельного вебинара на будущее. Ну и еще один лайфхак. Постарайтесь предусмотреть на каждые 10 килограмм азота 1 килограмм серы. Конечно, здоровые и сытые растения благодарят вас хорошим урожаем. А что насчет подсолнечника, Иван? Спасибо, Павел. С подсолнечником ситуация немножко отличается. Это зависит, конечно же, от самой культуры. И по большому счету, если посмотреть сейчас, что мы с вами имеем. Мы уже основное внесение никак не компенсируем. То есть мы можем только использовать удобрение, либо используя его при посеве, под культивации, под какие-то обработки. Либо, если это технология наутил, то использование различных эквелайзеров, которые заделают на глубину 5-6 сантиметров. Сейчас активно используется, в том числе и ЖКУ используют хозяйство. На чем я хотел бы остановиться. И, в принципе, конечно же, правильный расчет и расчет на ту заданную урожайность, которая у вас есть плановая, необходимо делать на основании агрохимических анализов почвы. И, соответственно, понимая, какой элемент у вас находится в дефиците, на основании этого и выстраивать стратегию питания. Что мы можем прокомментировать со стороны генетики, со стороны технологии, со стороны того, что мы видим в производстве? Однозначно положительным элементом является внесение фосфорных удобрений при посеве в дозировке 15-20 килограмм в действующем веществе, то, что кладется в рядок. Однозначно. И данные, получается, Российского научно-исследовательского института в НИИМКО показывают, что это равноценно. То есть прибавка по урожайности от такого элемента, она равноценно, как мы вносим двойную дозировку, получается, этих элементов с осени. То есть, грубо говоря, дозировка в Н40, П40, калий тоже 40 или 40-60, равноценно прибавке, которая формируется при внесении удобрений при посеве Н20, П20, калий-20. Поэтому многие хозяйства, я сейчас всех в одну лодку не усажу, потому что у всех разные ситуации. У кого-то калий находится в дефиците, у кого-то фосфор, у кого-то азот. Но то, что пришло сейчас в практике, то, что используется, и я рекомендую хотя бы на этом моменте сейчас фокусироваться, это использовать Н20, П20, калий-20 при посеве. В некоторых территориях кто-то выбирает больше дозировки азота, кто-то больше делает ставку на фосфор, используя амофос, кто-то сульфамофос, там НПКСы какие-то появляются. То есть, различные сейчас формы удобрений. Я за то, чтобы этот подход был именно правильным и сбалансированным. Да, мы с вами уже много и компаний, производящие агрохимические препараты на основе БОРа очень большую работу проделали. И, в принципе, сейчас многие хозяйства, которые ориентированы на получение урожайности, там 2-2,5-3 тонны, уже работают с БОР-содержащими продуктами. Но тем самым я смотрю, что мы вот смотрим на НПК и смотрим на БОР. Но при этом начинаем терять вопросы, связанные с серой, магнием и так далее. Поэтому вот этот такой однобокий подход, что мы там что-то внесли и БОРом пытаемся все откорректировать, это, конечно, наверное, не совсем будет правильно. Потому что мы видим уже опыты, когда растения очень сильно отзываются на внесение калия, на внесение серы, железа, магния. И, соответственно, вот эти моменты необходимо учитывать. Если говорим о реализации того потенциала полей, которые есть и тех ресурсов, которые сейчас обладает каждый из вас, то со стороны генетики компания Сингента не останавливается и постоянно выводит гибриды, которые адаптированы к условиям возделывания в ваших территориях, гибриды, которые обладают уже какими-то свойствами. И первый блок — это будет гибриды кукурузы. Я расскажу чуть-чуть попозже о новинках в подсолнечнике. Павел. Итак, несколько слов о наших новинках. В этом году их четыре. И первый из них — C.A.B.L.A.R.D. Это наш покоритель севера. FAU 190 — это интенсивный гибрид. Соответственно, его ключевые особенности вы почувствуете на своих полях. Надеюсь, те, кто увидит их в демо-опытах или уже купил для производства. Это высокое урожайное зерна и зеленые массы. Конечно же, такая характеристика подходит и тем, кто занимается животноводством. Гибрид быстро развивается на ранних этапах вегетации и имеет отличную холодостойкость. В том числе его можно использовать для относительно раннего сева. Не сверх ранних сроков, как мы уже говорили. Конечно же, мы всегда избегаем таких сроков сева. А достаточно ранних для кукурузы в этот гибрид подойдет. Конечно же, зерно мысилосом не ограничивается его направление использования. Это также и карнаж, крупа, спирт. И вы можете его использовать при различных обработках почвы. Будь то классика, минималка, стриптил. По ноутил пока у нас данных нет. Я думаю, в этом году, благодаря даже демо-опытам, мы соберем и в следующем году дадим рекомендации, если это будет релевантно для этого гибрида. Идем дальше. Второй гибрид C Invictus. Это гибрид, предназначенный специально для животноводческих хозяйств. Ибо он имеет максимально урожайно-зеленой массы высокого качества, отлично отзывается на высокий фон минерального питания и толерантен к основным патогенам. Будь то листовые пятнистости, болезни початка, все что угодно. С V230 этот гибрид как раз подойдет для центрального черноземья, частично для Поволжья. И он станет отличным дополнением к бренду PowerCell. Если помните, гибриды Unitop и Cardona. Invictus, он не относится к бренду PowerCell, но, однако, в когорте наших силосных гибридов это отличное дополнение. Как раз хозяйство, которое занимается интенсивно производством силоса, они его оценят в должной степени. Идем дальше. Следующий гибрид Evora. Это гибрид из бренда Artesian. И V280 говорит нам о том, что его ареал возделывания от южных регионов, Черноземья до Поволжья. Конечно же, в Поволжье это может быть и Саратовская область, и Фолгоградская. А на север можно уйти, в принципе, с ним до, наверное, Липецкой области даже. Да, это гибрид, который имеет стабильную, максимальную урожайность в своей группе спелости. В принципе, в любых условиях выращивания такого бронебойного гибрида в этой группе спелости у Сингента еще не было. И, надеюсь, в этом году многие оценят его по достоинству. И, конечно же, его и жиростойкость, и засухоустойчивость покажутся во всей красе там, где часто случаются засушливые условия. И еще один гибрид, долгожданный гибрид CNR Max, который очень долго мы ждали, само собой, и, наконец-то, готовы вам его представить. Это гибрид, который, в принципе, адаптивен к любым агротехнологиям и агротехнологическим условиям. В принципе, будь то классика, минималка, нулевая технология, стриптил, все что угодно, этот гибрид будет давать вам стабильный урожай в любых этих условиях. Также ему присуща и засухая жиростойкость. И в этой группе спелости это наш очередной броневик в данном случае, который позволит вам сохранить урожай даже в самых стрессовых условиях. Двигаемся дальше. Иван. Да, 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 спасибо, Павел. Если мы говорим касательно гибридов подсолнечника и те новинки, которые компания готова предложить в этом сезоне, я очень рад, что компания зарегистрировала гибрид C-Lewis. Это будет палочкой-выручалочкой для тех хозяйств, которые используют энерго и экономически какую-то низкую вложение. То есть это те хозяйства, которые ориентируются прежде всего на плодородие почвы, при этом находятся в жестких условиях по заразихе, в жестких условиях по засухе и в высоких температурах во время цветения. Гибрид C-Lewis отвечает этим требованиям. То есть это уникальная комбинация сочетания генов. В нашем портфеле гибрид обладает одной из наибольших устойчивостей к заразихе. И обратите внимание, что это уже AG+. И в испытаниях по всей территории Российской Федерации, где есть высоковирулентные расы заразихи, он показал наибольшую устойчивость к существующим расам, которые есть на территории Российской Федерации. Не могу не отметить масличность данного гибрида. В нашей линейке он добавляет линейку рекордсменов. То есть в нашем портфеле это Sumika, это Suomi, это Levis, Chester. Это те гибриды, которые ориентированы на высокую масличность. Поэтому в тех территориях, где есть сложные условия, мы рекомендуем гибрид Levis. То есть в принципе он сейчас доступен в реализации. Кто еще не успел приобрести, по достоинству оценить данный гибрид. Следующая новиночка, которая вышла, я очень рад, это будет хорошим ответом и хорошим шагом в тех хозяйствах, где ориентируются на урожайность свыше 4,5 и до 5,5 тонн по подсолнечнику. Это гибрид CETEOS. Это гибрид классического направления, который имеет максимальную толерантность и устойчивость к заразихе. Здесь используется сочетание генов по заразихе. И в нашем портфеле сейчас это, можно сказать, рекордсмен. И не только в портфеле, потому что исследования, которые проводились на протяжении двух лет, сравнивались с наиболее продаваемыми гибридами на рынке. Этот гибрид сейчас на рынке имеет самую высокую устойчивость к заразихе. Со стороны устойчивости к болезни этот гибрид отлично обладает толерантностью к склеротине, фомопсису и наиболее встречающимся сейчас болезням, в том числе и ложная мучнистая роса. И вот хозяйства, которые ориентированы на высокий результат, но при этом находятся в таких вот жестких условиях, это выбор для вас. В этом сезоне этот гибрид можно будет посмотреть в демонстрационных участках, в наших полевых городах, в каких-то совещаниях, семинарах. В следующем сезоне мы предложим его уже в производство. Если говорить о растущем рынке сульфа-сегменте, компания «Сингента» зарегистрировала в этом сезоне гибрид «Суванга», который отличается не только тем, что он относится к сульфа-сегменту и обладает высоким потенциалом урожайности, масличности, этот гибрид еще и обладает таким хорошим показателем – это содержание алииновой кислоты. И, в принципе, в существующих реалиях я вижу, что, скорее всего, цена на высоколинный подсолнечник, да, это каждый год какие-то качели происходят, но сейчас будет формироваться ситуация, что на высоколинный подсолнечник цена будет возрастать. Есть много этому причин, я думаю, мы более подробно можем это разобрать отдельно, у кого есть интерес к данной технологии. Поэтому решение по «Суванга» – это решение в сульфа-сегменте, если вам нужен и потенциал, и урожайность, и вам нужно высокое содержание алииновой кислоты. Это касательно тех моментов, которые есть со стороны технической части, со стороны портфеля, да, то, что компания «Сингента». Компания «Сингента» на постоянной основе, на каждодневной основе борется с контрафактом, который существует на рынке, и просим вас в том числе помогать и компании, и себе бороться с контрафактом. И если мы говорим о контрафакте, он имеет явные причины, явные признаки, есть неявные признаки. К явным признакам можно сразу же отнести, это цена значительно ниже официального прайса, да, то есть предложение поступает в основном купить семена с рук или какие-то ИП, которые вы до этого не знали и не знаете. Это предложение от неофициальных каких-то дистрибьюторов, это отсутствие документов и сертификатов, это неоригинальная упаковка, да. Вот эти вот моменты вы сразу можете вычленить, что это контрафакт. Если же ситуация сложнее и вы засомневались в каких-то, ну, в оригинальности продуктов, то можно задать этот вопрос на горячую линию компании Сингента, а также задать вопрос можно нашим менеджерам по продажам, которые вам могут подсказать, да, или фактически потом, если потребуется информация какая-то дополнительная, можно будет это уточнить уже на горячей линии. И следите за новостями на нашем сайте, в социальных сетях, мы будем рассказывать о новых методах борьбы с контрафактом. Поэтому, честно говоря, я бы не подвергал риск и выбирать вот такие контрафактные семена, которые рассказываются, что это приехали откуда-то из какого-то холдинга и какие-то излишки там и так далее. Истории одни и типичные, одни и те же, да, рассказываются для хозяйства. Но по факту, если посмотреть в структуре затрат семена, независимо от того, какая бы цена на подсолнечник складывалась, на кукурузу складывалась, то цена, например, на подсолнечники, семян компании Сингента варьирует 1,2-2,5 центра с гектара. Это стоимость тех семян и той технологии, которую вы получаете доступ до данной технологии. Да, эти моменты варьируют от выбора густоты, которой вы выбираете, технологии. Но поверьте, сэкономить там пускай даже 50%, то есть вы положили на это не 1,5 центра, а там думаете, что 1 центнер. И при этом какая проблема может с контрафактом? Самое легкое, с контрафактом то, что вы можете выйти из воды, это вы получите снижение урожайности. Самое жесткое, это когда, если вы особенно возделываете гибриды по технологии производственным системам, то есть это экспресс, либо там технология производственная система Клеофилд, Клеофилд Плюс, просто вам могут подсунуть классические гибриды, которые при обработке вы просто уничтожите. И другой вопрос, это устойчивость того материала, который находится в контрафактных мешках, и устойчивость этого материала к болезням, заразихе и так далее. То есть это вопрос, конечно, ну то есть это рулетка. Коллеги, я призываю вас не пользоваться такими предложениями. И я это добавлю, что, да, уважаемые зрители, то, что сейчас говорил Иван, это абсолютно релевантно вообще для любых семян с элитной генетикой, да, то есть это релевантно для всех наших конкурентов, и действительно компании ведут активную свою деятельность, с одной стороны, на пресечении, да, подобного появления контрафакта, это прям международная работа, с другой стороны, вводятся различные способы проверки, собственно, оригинальности препаратов. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, как сказал Иван, цена это один из основных параметров, да, как только видите странно низкую цену, сразу задавайте вопросом, что это. А как проверить, вот Иван сейчас расскажет. В принципе, у меня, я, Кирилл, уже рассказал по поводу горячей линии, по поводу явных признаков контрафакта, поэтому на это обращаем внимание. Я хотел бы передать слово Сергею. Сергей подробно расскажет о тех сервисах и той поддержке, которую компания Сингента в этом году будет продолжать и усиливать. Здравствуйте, коллеги. С самого начала наша компания позиционировала себя, как компания, которая идет вместе с товаропроизводителем. То есть для фермера, наверное, одно из самых тяжелых, это остаться один на один наедине со своей проблемой. Вот, мы всячески препятствуем этому, то есть мы пытаемся, мы поддерживаем фермера в любой ситуации, какая бы у него ни случилась. То ли это там по объективным причинам, то ли по некоторым субъективным. У нас, наша команда сейчас состоит из очень большого числа экспертов, которых мы обучаем, которым рассказываем лучшие практики, практически даже наши торговые представители называются технические представители, то есть люди, которые обладают очень большими знаниями как в сельском хозяйстве, так и в знании культуры, будь то подсолнечник, кукуруза, они могут ответить практически на все ваши вопросы. Кроме этого, у нас есть суперэксперты, которые расположены, неправильное слово, которые находятся во всех территориях нашей России, которые в случае очень сложных вопросов выйдут и помогут нашим экспертам. У нас есть сервисы, лабораторные сервисы, которые позволяют сделать вам анализ интересующих вас посевов по масс личности, подсолнечника. Образцы отправляются в одну из ведущих лабораторий, которые находятся в Краснодарском, в КубГау. Анализы эти проводят наши специалисты. По различным расам заразихи тоже мы можем дать ответ благодаря лабораторным анализам, благодаря анализам, которые делает лаборатория здесь в Краснодаре. Образцы присылаются, образцы анализируются, и интересующие вас вопросы закрываются. Также мы ведем анализ по силосу, анализ зеленой массы гукурузы при уборке на силоса, а также анализ силоса самого. Здесь мы используем лабораторию, которая считается одной из лучших. Это Еврофинс, лаборатория BLGG. Благодаря этим данных мы выставили достаточно большую уже базу данных, которые используются уже в других сервисах, скажем, по предсказанию времени уборки, правильной времени уборки, по рекомендациям при уборке на силоса в различных регионах. У нас есть цифровые сервисы, такие как CropWise Operation, CropWise Seed Selector. CropWise Operation дает вам возможность провести анализ погоды, запланировать различные мероприятия во время вегетации культур, причем не только кукурузы подсолнечника, но и других ваших культур. CropWise Seed Seed Selector – цифровая программа, цифровой сервис, который позволяет вам выбрать правильный гибрид именно под ваши условия. Эти данные, этот анализ, эти прогнозы основаны на очень большом массиве данных, который был обработан нашими специалистами, и все это вылилось вот в эти сервисы. Более того, каждый год мы проводим центры экспертиз, куда приглашаем, где мы будем очень рады вас увидеть. В этих центрах экспертиз мы пытаемся моделировать различные ситуации, различные ошибки, различные предложения, которые могут возникнуть у вас на полях. И особенно, как показал прошлый год, это был достаточно весомый успех, и по отзывам очень понравилось, и мы решили повторить эти центры экспертиз в трех регионах нашей страны. Это будет Самарская область, Воронеж, Краснодар. Традиционные полевые города, где вы можете увидеть наши гибриды в различных условиях возделывания. Ну, и также демо-опыты и сэмплинги, от которых мы не собираемся отказываться. Мы, наоборот, предлагаем достаточное количество гибридов, чтобы вы сами убедились, насколько они хороши в ваших полях. В принципе, вкратце все по сервисам нашим, по нашей поддержке. Вы всегда можете обратиться к любому нашему специалисту, и мы найдем решение на ваши проблемы, на ваши вопросы. Сергей Викторович, ну, виден опыт преподавания, виден. Я старался избежать. Давайте подведем черту такую, как итог. Ребята, мы видим, еще несколько вопросов идут там по заразихе. Сначала отвечу на них. То есть, вы обращаетесь к сотруднику сингента семенного подразделения, которое работает в вашей территории. Человек летом приезжает, осматривает поля, если это, собственно, гибрид сингенты, отбираем образцы, отправляем в лабораторию. Вам никакой почты, ничего, конечно, отбирать не нужно. Во-первых, это такой относительно сложный объект, чтобы его не растянуть по полям и тем более не пересылать почтой. Все это ребята делают сами. По поводу определения расы, как правило, 98% мы ее определяем, 2% остается на то, что семена в процессе транспортировки, уборки, либо перестоя в поле, они могут умереть, или затрудняется процесс выявления расы. То есть, вы оставили, например, банку в машине на несколько часов, ультрафиолет повредил, семена, то есть убил их. Возможный вариант, намокание, полевое. Там есть моменты, то есть и те образцы, которые поступали в этом сезоне, в прошлых сезонах, они обрабатывались, и правильно Кирилл говорит, 1-2% образцов приходило. Либо они с того решета в основном собираются, заразиха, либо заразиха собрана либо рано, либо поздно. То есть вопрос связан именно с ее схожестью. И в лаборатории, прежде чем заложить эти образцы по тому же методу Панченко, фактически проводится всхожесть той заразихи, которая присылается. Поэтому, скорее всего, Евгений присылал там вопрос. Скорее всего, этот образец как раз таки из этого 1% и попал. Да, спасибо, Иван. И смотрите, да, тут в итоге. Итог. Мы продолжаем развивать локализацию производства. Мы поддерживаем взаимоотношения с ВУЗами. Да, вот тут опять же заразиха. Лаборатория находится на территории КУГАУ. Мы вместе проводим опыт. И решения цифровые мы также продолжаем развивать. Главное, чтобы поддержать производителя, чтобы дать больше определенности, снять какие-то вопросы, которые возникают уже по технологии. Это наша основная задача. Поэтому продолжаем работать. Спасибо, ребят, за информацию, которую вы сегодня предоставили. За дополнительной информацией можно обращаться к technicals, по-английски знаю, как называется, по-русски нет, к нашим представителям в регионах. То есть мы каждый год учим и закладываем различные опыты. И удачного вам всем SEO. Ну и нам, собственно, у нас тоже грядет посев центров экспертизы, полевых городов Эдема. Спасибо, ребят. Удачи, коллеги. Всем удачи. Оставайтесь на связи. До свидания. Все, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok